Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем сегодня и заканчиваем нашу карьеру за лондонская Челси. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, давайте пробежимся по сегодняшним матчам, которые нам предстоит сыграть. Во-первых, это ответная игра в полуфинале Лиги Чемпионов против Баварии, до этого мы их обыграли со счетом 3-2 на выезде, и вот теперь у нас домашняя игра. Дальше, идут у нас две игры дома в чемпионате против Улверхэмптона и Уэстхэма, ну и также финал Кубка Англии, если я все правильно понимаю, и мы играем против Ливерпуля. Да, Эмирейтс Факап, вот, играть скорее всего будем здесь на Новомбле. Дальше, интересный тоже матч у нас, это выездная игра в чемпионате против МЮ и домашняя против Уотфорда. Ну и также, если мы все-таки пройдем Баварию, где-то вот в этих числах в конце мая, либо же в начале июня нам поставят финал Лиги Чемпионов, поэтому вот такие вот дела. Но пока что игра против Баварии, еще ничего не ясно, счет все-таки минимальный в нашу пользу. Так, выходим первым составом, составы на ваших экранах, поехали. Ну что же, мы на Стэнфорд-Бридж и последний это матч в этом сезоне в Лиге Чемпионов, потому что следующий уже будет в любом случае на нейтральном поле и будут там играть либо лондонцы, либо мюнхенцы. Сегодня мы это с вами и узнаем. На Альянс-арене в городе Мюнхен матч закончился в небольшую пользу лондонского Челска со счетом 3-2. Посмотрим, получится ли у Баварии навязать сегодня борьбу и выйти в финал Лиги Чемпионов. На Ливандовский. Кимих, какой удар и сравнивает счет Бавария. И теперь нету тут правила выездного гола, а так бы Челси в любом бы сейчас бы лидировал, потому что у них забито 3 мяча на выезде. В итоге Бавария сравнивает и все дело перейдет, если в основное время так и закончится матч, все дело перейдет к дополнительному времени и серии пенальти. Мюллер. И какая передача сейчас! И забивает Бавария. И 10 минут остается у Челси, чтобы забить и гол. И хотя бы в общей сумме в двухматчевом противостоянии сравнять этот счет. Но пока что этого невозможно. Бавария не наиграла действительно ни на один... Прошу прощения, не Бавария, а Челси. Не наиграли ни на один гол, хотя играют дома. Вот просто все идут передачи у Баварии, но не идет ни одна передача, конечно же! Но вот действительно все идет сейчас у Баварии. Ни один пас не проходит у Челси. И в итоге все. Челси выбывают из Лиги Чемпионов, хоть и победили в первом матче. Но во втором просто разгромно проиграли. Ну вот просто никак вот не складывается игра. Ну бывает такое, когда ничего не выходит. И FIFA просто помогает сопернику. У него все идет у соперника, а у нас ничего. В итоге действительно все разгромное поражение. Дома. Вот Бавария и Челси вылетают в полуфинале Лиги Чемпионов. Ну что же, вылетев из Лиги Чемпионов, теперь мы все силы бросим на Чемпионат и на Кубок Англии. Чтобы хоть какие-то трофеи у нас остались под конец сезона. Ну что же, в Чемпионате сейчас у нас матч в запасе над Манчестер Юнайтедом. От, точнее, Манчестер Юнайтеда. Вот. И можем мы сейчас оторваться в 5 очков. Если вот сейчас обыграем в Улверхэмптон, играем первым составом, играем дома, дочь на стадионе. Поехали. Итак, английская премьер-лига. Челси против Улверхэмптона. Интереснейший матч, хоть и расположение команд не приблизительно даже близки. Первая строчка играет против восьмой, но это конец сезона. Футболисты, естественно, устают, но близки те цели, которые поставили себе команды перед началом сезона. И вот чтобы их достичь, надо немножечко напрячься под конец сезона и просто дотерпеть. Хотя бы так. Через Вернера. Неплохая передача. И Кай Хаверс, естественно, убегает, но здесь надо забивать. Все-таки выход один на один, он просто вколачивает мяч в сетку. Вот так вот надо было с Баварией играть, но не получилось. В итоге 1-0 уже на 13-й минуте. И Вернер еще замечательно проходит сейчас оборону к Улверхэмптона. И сразу же буквально дуплетом залетает второй мяч. 5 минут потребовалось командам от первого до второго гола. Ну вот поплыл, мне кажется, Улверхэмптон. Аспельку, я это накрыл, ну как так-то? Я уже просто даже помог. Минди в итоге пропускает он мяч. Я не знаю. Зачем так рано было, ну действительно, прыгать? Если он, причем, ждал до последнего, когда мяч будет вот за него. И все равно прыгнул не точно. Ванакин в итоге забивает и уменьшает наше преимущество. Ну вот, безобразная игра в обороне в последних двух матчах. Но Ванакин, кстати, уже десятку голов забил в АПЛ. И это причем его дебютный сезон. До этого за Брюгге он неплохо выступал. Передача на Хаверца. И какой шикарный запрос на Тимо Вернера. И это гол. 3-1. В итоге снова увеличивает Челси свое преимущество. И бежит забивать хэт-трик Тимо Вернер. Естественно, все. Даже счет у нас пропал с нашего табло. Но 4-1. Хэт-трик Тимо Вернера. Все. Разгромная домашняя победа Челси над Булверхэмптоном. 4-1. Так, ну и снова у нас вот этот вот матч в запасе. А лидерство у нас в 2 очка над Манчестер Юнайтедом. И выигрывать нужно Уэстхэм. Играть сейчас мы будем вторым составом. Потому что следующая у нас игра уже будет против Ливерпуля в финале Кубка Англии. Составы на наших экранах. Начинаем. Ну что же, Челси против Уэстхэм Юнайтеда. Английская премьер-лига. И мы снова на домашнем стадионе. В створ у Челси. Но 2 более-менее опасных удара было и у Уэстхэма. И вот он еще один. И, конечно же, это гол. Вот просто дали пробить сейчас с дальней дистанции. И нас за это наказали. А Вилла забивает и выводит Уэстхэм вперед. Через Пулишича. Ну, тот пытается, конечно, где-то здесь уже в сольном проходе пройти. А может быть и получится. А получается. Пулишич сам проходит длинное такое расстояние с мячом. И забивает гол и сравнивает счет. Отлично. Чимия Вилла. И забивает точно такой же гол. С дальней дистанции. В итоге снова Уэстхэм выходит вперед. И время остается чуть больше 10 минут у Челси. Чтобы как минимум хотя бы сравнять счет. Потому что проиграть дома это будет просто стыд и позор. Так же, как и Пулишич в соло проходит. И забивать-то нужно Вернер. Но вот получается у Челси на каких-то индивидуальных качествах проходить с мячом. Это и минус. Хотелось бы увидеть какую-то командную игру. А не просто чтобы один игрок взял и пробежал с мячом. И Челси это с мячом. Хаверц. Через Сима Вернера. Зиеш. На травме уже. Просто Зиеш вырывает эту победу на травме. И счет 3-2. По ходу всей встречи Челси отбивался. Но вот Зиеш еще с получением травмы. Но все-таки гол забивает. Джернул он скорее всего мышцу сейчас. Вот в этом финальном рывке. Но гол забил. И это главное. Ценой травмы. Вот такие уже наверное будут заголовки в новостях. Забивает Зиеш. Шестой гол в 21 матче АПЛ. Финальный свисток. Ну просто вот волевая победа. Проигрывая по ходу всей встречи. Мы отыгрывались, отыгрывались и отыгрывались. Все-таки отыгрались. И 3 очка в нашей копилке. Итак, одна из самых важнейших игр этого сезона. Финал Кубка Англии. Еще и против Ливерпуля. В чемпионате я как-то сильно не наблюдаю их конкуренцию. Потому что более-менее нам конкурирует Манчестер Юнайтед. Но вот. К этому матчу команды подошли в оптимальном составе. У нас не то Ромео Лукаку. У Ливерпуля в старте нету Салаха. Я не знаю, может быть его продали. Но и много, кстати, уставших футболистов. Поэтому на этом мы можем все-таки сыграть. Ливерпуль против Челси. Поехали. Итак, мы на Уэмбли. Ливерпуль против Челси. Матч за супер трофей. Лично для нас, мне кажется, это Кубок Англии. Не менее значимый трофей для английских болельщиков. Особенно, которые в нас сегодня верят. Один из самых старейших турниров, в принципе, в истории футбола. Передача на Рикардо Перейру. И 1-0. Кай Хаверт забивает первый гол в финале Кубка Англии. И не было офсайда. Не было. Чилл бежит дальше. Выход 1 на 1. И это гол. Кай Хаверт делает дубль. 37 минута. Отлично, во-первых, мы передачу отдали на Чилл. Потому что не было никого офсайда. Он стартовал с своей половины поля. И замечательно. 2-0. Где-то там пытается как-то... Барахтается Ливерпуль. Пытается нам действительно навязать борьбу. А мы просто бежим в 2 контратаки. И забиваем гол. Еще и вот такой вот шикарный бильярдный. В одно касание. Еще и шведой. В итоге как будто все уже ясно. В первом тайме. Но загадывать не будем. Еще и играть и играть. Хавертс хэтрик. Ну вот и мы решили тоже. С дальнего удара пробить. С лонгшотика, как говорится. И вот хэтрик. Кая Хавертса еще в первом тайме финала Кубка Англии. Ну здесь мне кажется все понятно. И гол шикарный. И удар. Отбивает все-таки Алисон. Мяч летит в штангу. И от штанги уже вот залетает. Замечательно. И перебрасывает еще. Сейчас Жуэля Матипа. Хавертс забивает покер. Ворота Ливерпуля. Но здесь уже просто какое-то издевательство. Пошло от Кая. Ну просто посмотрите. Раз. Два. Все. Забивает уже четвертый. Центрального защитника. И поставить Канате. Хавертс. Говорят, что у нас следующая встреча будет против Эмю. На самом-то деле нет. И подача на Вернера. И это 5-0. Еще и Хавертс голевую передачу оформляет. Но вот это просто замечательная атака. Вернер еще так приложился. Действительно вот этот спринт его мы увидели. Замечательный гол. Прям как на тренировке. Так. Ориги. Прострел на Мане. Ну и тот все-таки забивает. Гол престижен на 90-й минуте. 5-1 в итоге. Общий счет матча. И все. Финальный свисток. 5-1. Челси одерживает разгромнейшую победу над Ливерпулем. В финале Кубка Англии. Ну мне кажется, болельщиков-то на трибунах побольше будет наших. Все-таки играем мы на Уэмбли. В Лондоне. Мне кажется, не все болельщики, которые могли и хотели, приехали из Ливерпуля в Лондон. Но все же. Итак, церемония награждения. И Ингола Канте будет поднимать заветный наш трофей. Ну что же, болельщики ждали этого момента весь сезон. И вот он, Кубок Англии. Сезона. 21-22. Отправляется в копилку лондонской команды. Так, нам добавили 2 миллиона 100 тысяч за победу в финале Кубка Англии. Итак, по матчу мы сравнялись с МЮ. Теперь у нас по 36 игры. 5 очков у нас лидерства. Ну и если мы сейчас обыгрываем МЮ, либо же играем с ними в ничью, то мы становимся чемпионами Англии. Итак, Манчестер Юнайтед против Челси. Главный матч, мне кажется, Майя. И в принципе вот этой ключевой развязки. Потому что 5 очков разницы от Челси до МЮ. Вот, если Челси проиграет 2 ближайшие встречи, одну которую причем против МЮ, а МЮ выиграет 2 игры, то МЮ станет чемпионами. Поэтому сегодня все и решится у нас. В составе МЮ я вижу Шкринер, Хюмельс, Ройс. Поэтому вот такие вот у них усиления. Ну а мы начинаем. Поехали. Ну что же, МЮ против Челси. Мы на Олд Траффорд. Здесь все заряжены тем, чтобы Челси проиграли свои 2 ближайшие игры. Мы этого, конечно, не хотим. Поэтому сегодня нам нужно как минимум не проиграть составу из Манчестера. Ну нет, это пенальти. Хименес фалит, Пагба падает. Арбитры назначают 11-метровый. К мячу подходит Крещано Роналдо. И разводит. И это 1-0. МЮ выходит вперед. У Роналдо 19 голов в 37 матчах. То есть все игры в составе МЮ, все игры МЮ в этом сезоне ППЛ играл Крещано Роналдо. Вернер, Жоржиньо, 1-1. Сразу же буквально итальянец забивает и сравнивает счет. Через Тима Вернера. Тот обратно на Кай Хаверца. Ашкринер. Ой-ой-ой. Ну тут и красную можно дать. И Ван Дебек ее получает. До свидания, Сол Траффорда. Одной из самых важных игр сезона Ван Дебек вот так вот помогает своей команде. А после этого штрафного еще и Маунт забивает и выводит Челси вперед. Теперь МЮ еще и в меньшинстве и проигрывает. 40-ая минута матча. Отдает вперед на Мейсона Маунта. И что, будет ли это дубль? Возможно, чемпионский дубль. Маунт забивает и все, мне кажется. Еще в первом тайме все понятно. Разница в два мяча. Пропустив в начале матча гол с пенальти, Челси не расклеились. Наоборот, собрались вокруг единой цели и забили три мяча. Кай Хавертс. Замечательно на Жоржиньо и надо забивать. 4-1. Все. На Ол Траффорд происходит просто какое-то безумие. Мне кажется, в принципе, не все болельщики Челси рискнули бы поехать на эту игру. Потому что знали, что болельщики Манчестера не рады их видеть на этом стадионе. Но, мне кажется, самые такие отважные и безумные болельщики приехали нас поддержать. И не зря. Начало было, конечно, томным. Получив вот это вот пенальти, который реализовал Кричина Роналда, дальше все пошло как надо. Мы сравняли. Потом еще и удаление. И мы забили сразу же с этого штрафного. Ну а дальше вы все прекрасно знаете. Вернер. Чилвелл. На Хавертса тот с левой ноги. Ну это просто расстрел. 5-1. Еще и Кай Хавертс забивает. Ройс. И Пагба. Забивает. Гол. Не знаю, престижа. Ну, хотя бы разгром. Не такой уж и разгром. Но все же разница в три мяча за пять минут до конца. Все. Финальный сесток. Челси одерживает разгромную победу на Ол Траффорде. А это значит, что Челси становится чемпионами Англии. То есть мы все трофеи, которые могли только в Англии выиграть и выиграли. Вылетели, правда, в полуфиналь Лиги Чемпионов. Но, как говорится, ничего страшного. Так, ну а кстати, трофей мы почему-то сегодня не поднимали. Наверное, в следующей игре. И, кстати, она в любом случае это будет выездная. Против Ол Траффорда, если я не ошибаюсь, мы будем играть на выезде. Но вот трофей мы сегодня не подняли. То есть, так, попрыгали, отпраздновали, но без поднятия трофея. Хотя нет, игра у нас все-таки против Ол Траффорда дома. Поэтому сейчас я уже выйду первым составом. Просто хочется обыграть Водфорд. И чтобы у нас было 100 очков в победном чемпионате Англии. Составы на наших экранах. Поехали. Итак, на домашнем стадионе еще и Фрэнки Лэмпорт. Перформанс от болельщиков Челси. Мы уже стали чемпионами. Все пришли просто поддержать команду в последней игре сезона. Все-таки давно Челси не становились чемпионами Англии. Последний раз, если я не ошибаюсь, то это был сезон 15-16. Если мне действительно не изменяет память. Но вот, пришел новый тренер. Сразу же с первого сезона Челси становится чемпионом Англии. Неплохо, Кай Хаверц. Прострел. Маунт 1-0. Кай Хаверц имеет отличный сейчас момент. Для увеличения счета 2-0. 36-ая минута. Тима Вернер. И о какой же момент, ну просто здесь уже до верного. Жоржиньо забивает. И окончательно Челси разгромил Водфорд. Вернер с мячом. Можно и лонгшот. 4-0. Финальный свисток. Последний матч сезона закончен. Челси разгромили Водфорд со счетом 4-0. Не знаю, будет ли сейчас все-таки награждение. Мне кажется, ну должно быть. В итоге Маунт, Хаверц, Жоржиньо и Тима Вернер решили все в последней игре. Челси набирает 100 очков за этот сезон в английской премьер-лиге. И надеюсь, сейчас все-таки будет церемония награждения. Да, церемония награждения будет, конечно же. Дождались мы, чтобы последний матч еще и был, так совпало, на нашем стадионе. И в итоге Канте будет сейчас поднимать этот трофей. И кубок Англии мы сегодня выиграли. И английскую премьер-лигу. Но вот не выиграли мы, к сожалению, лигу чемпионов. Канте поднимает этот кубок. Ну и все ликуют. Долгожданное чемпионство в английской премьер-лиге. Ну и болельщики просто счастливы. Ну что же, конец сезона. Давайте подведем все итоги, особенно в турнирах, в которых мы участвовали. Во-первых, мы набрали 100 очков, забили больше всех, пропустили почти меньше всех. МЮ 36 пропустили, мне кажется, меньше никто не пропускал. Вот надо было им еще один гол нам забить, либо не пропускать от Пагбы, и было бы все замечательно. Выиграли Кубок Англии, обыграли Ливерпуль со счетом 5-1. Выиграли Кубок Карабао, обыграли Уэстхэм со счетом 2-0. Выиграли мы Суперкубок Уэфа, обыграв Вильяреал со счетом 1-0. Еще не сыгран финал Лиги Чемпионов Сити Бавария, но мне в принципе не очень-то интересно, кто здесь выиграет. Также не сыгран финал Лиги Европы, Ювентус Реалса Сидат. И не сыгран финал Лиги Конференции Копенгаген Тоттенхэм. В принципе, не особо здесь что-то есть важное для вас. И по турнирам, в которых мы участвовали, лучшие бомбардиры, ассистенты и лучшие вратарей. Тима Вернер, лучший бомбардир английской премьер-лиги, 39 голов в 26 матчах. Он же лучший ассистент, 15 голевых в 26 матчах. Ну и лучший вратарь стал Дхэя, 14 сухих матчей в 38 играх. В Кубке Англии Вернер, лучший бомбардир, 7 голов в 6 играх. Жоржинио, лучший ассистент, 5 голевых в 4 матчах. И Шмейхель, лучший вратарь, 2 сухие игры из 3. Итак, в Лиге Чемпионов лучшим бомбардиром стал Ромело Лукако, который травмировался. Ну не знаю, тут, кстати, Ливандовский еще может обогнать. Поэтому давайте я уж, пожалуй, там пару дней просимулирую, чтобы уж точно все было здесь вот у нас понятно. Итак, Лигу Чемпионов выигрывает Бавария 3-1, обыграв Манчестер Сити. Лигу Европы выигрывает Ювентус 3-0, обыграв Реал Соседат. И Лигу Конференций выиграл Тоттенхэм, обыграв Копенгаген 4-1. Итак, лучшим бомбардиром стал, ну я не знаю, если так сравнивать, то должен был быть Лукако, потому что 12 голов и за меньшее количество матчей. Лучшим ассистентом стал здесь бесспорно Жоржиню, 9 голевых в 11 матчах, и лучшим вратарем Минди, 4 сухие игры в 11 матчах. Ну что же, и по составу. Топ-3, кто сыграл больше всех матчей, Канте, 44 игры, Хаверт, 41 матч, и Тима Вернер, 41 игру. Лучший бомбардир Вернер, 56 мячей, Лукако, 43 гола, и Хаверт, 24. По лучшим ассистентам, 25 голевых у Жоржиню, 25 у Лукако, и 22 у Вернера. Самый молодой игрок, который у нас играл в стартовом составе, можно так сказать, это Камовинго, ему 19 лет. Ну а самый возрастной, это Тиаго Сильва, 37. Самый низкий рейтинг у нашего игрока, это Батшуай, который мы вернули из аренды, 76 рейтинг, самый максимальный у Канте, 91. Ну и топ-3 самых дорогих игрока, это Хаверт, 143,5 миллиона евро, плюс 5 к рейтингу он сделал за сезон. Дальше идет Лукако, который стабильно практически провел, 5% как-то поднял, 99 миллионов теперь стоит и Маунт, плюс 3 к рейтингу, стал стоить 93 миллиона. На этом все, друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какую карьеру вы хотите видеть в 23 части FIFA. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол, это жизнь, до новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok